Дорогие братья и сестры, в заключении этого второго дня Великого Поста хотелось бы напомнить всем нам, чтобы мы не забывали те уроки и наставления, которые мы получили от Господа в течение подготовительных недель к Великому Посту. Вот как раз сейчас и настало время достать, так сказать, из нашего багажа вот все эти темы и наставления, притчи о Матарее и Фарисее, покаянии и гордыни, притчу о блудном сыне, надеявшемся на милосердие и любовь отца и получившем это милосердие, это прощение, и в то же время о старшем сыне, который закрылся, озлобился и не смог радоваться и принимать пришедшего в покаяние своего заблудившегося брата. Вспомним притчу и о страшном суде, о том, что все, что мы сделали друг другу, независимо, праведник этот человек или грешник, знакомый или чужой, добрый или хороший, все, что мы сделали друг другу, все мы сделали самому Господу. И последняя тема о прощении. «Прощая друг друга, мы прощаем на самом деле и самих себя, потому что Отец Небесный прощает тех, кто умеет прощать сам». Вот все эти важные темы мы должны теперь обновить и применить к использованию и не только в эти дни великопостные, но, по сути, и во все дни своей жизни. Великий пост для христианина становится своего рода курсами повышения квалификации. Вот таким как бы ежегодным университетом весенним, когда мы становимся чуть более осознанными христианами, когда в своей жизни мы начинаем подтягиваться, хоть немного подтягиваться к тому уровню, которому нас призывает Господь. И еще одно из наставлений, которое звучало совсем накануне Великого Поста, о том, что постящийся должен умыть свое лицо, помазать голову, не принимать на себя мрачное лицо, не казаться постящимся для людей, а поститься так, чтобы это видел прежде всего Отец Небесный, который втайне. Да, вот, конечно, обстановка храма, она приглушенная, полумрак, мерцание свечей, лампад, пение более такое минорное, но это не значит, что мы должны напустить на себя как бы вот эту искусственную какую-то тоску и печаль и выйти из храма так же вот идти такими какими-то подавленными, грустными, недовольными. Это как раз совсем то, чего не должно быть. Вот эта тихая радость и тихое веселье о Господе, которое рождается в твоем сердце и выражается в твои добрые христианские дела, в то, что ты придешь и не будешь с кем-то ругаться по мелочам, не будешь кому-то хамить, грубить, отвечать, что ты научишься молчать, что ты полюбишь на какое-то время вот эту самую тишину, в которой ты услышишь и голос Бога, и голос твоего ближнего, который, может быть, раньше ты не слышал, потому что был занят чем-то иным. Услышишь и себя самого, что в тебе так, а что не так, что надо исправить, что надо, наоборот, закрепить и утвердить. И в завершении этого слова, этого дня, хочу напомнить вам небольшой отрывок из ветхозаветной книги пророка Захарии. Этот отрывок звучал на уставном богослужении в неделю сырную, которая предшествовала первой седмице Великого Поста и которая уже была как бы наполовину Великопостной. И вот в пятницу сырной седмицы звучал такой отрывок из пророка Захарии. «Не бойтесь, вот дела, которые вы должны делать. Говорите истину друг другу поистине и миролюбно судите у ворот ваших. Никто из вас, да не мыслит сердце своем зла против ближнего своего и ложной клятвы не любите, ибо все это я ненавижу, говорит Господь. И было ко мне слово Господа Саваофа, так говорит Господь Саваоф. Пост четвертого месяца и пост пятого, и пост седьмого, и пост десятого соделаются для дома Иудина радостью и веселым торжеством. Только любите истину и мир». Итак, вот, дорогие братья и сестры, торжество, торжество, веселое даже торжество. Вот как называет пророк Захария, пост, истинный пост, который угоден Богу. Но это торжество и это радость, вот именно когда в нас господствует любовь, когда мы не будем друг другу делать зла, не будем произносить ложные клятвы, не будем с кем-то враждовать, не будем мелочными, лукавыми, лицемерными, вот тогда это будет действительно торжество Божьей победы, победы любви Христовой в нашей жизни и в этом мире. Аминь. Вступайте с Богом! Храни вас всех, Господи!